Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзигит пришел вопрос. Возможно ли проявлять смирение перед собственными детьми? В каком возрасте и в каких случаях? Очень интересная есть мысль у апостола Павла. Она встречается дважды в послании к Эфесиным и в послании к Колосиным, и в двух случаях дополняется. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, чтобы они не унывали». Когда унывает ребенок? Когда в доме нет любви? Когда отец стучит кулаком по столу и говорит, что по закону Божьему так, так и так, ты должен во всем меня слушаться, то-то и то-то и то-то. А ребенок чувствует, что его не любят. Что Евангелием пользуются как дубинкой для того, чтобы загнать его в стойло и чтобы, упиваясь своим властолюбием, царствовать в семье. Безусловно, родители должны смиряться перед детьми, так как любой христианин должен смиряться перед другими людьми. Когда родители смиряются перед детьми, дети понимают, что да, Божий закон для всех один, он не только для меня. И это не инструмент, которым папа и мама пользуются, чтобы им было полегче жить. Они сами слушаются этого закона, поэтому я его тоже буду слушаться. И смирение – это как раз лакмусовая бумажка, которая проявляется, настоящая любовь или нет. Настоящая любовь без смирения не бывает, и настоящего смирения не бывает без любви. В чем заключается смирение родителя? Он должен проявлять свою власть? Да. Он должен пресекать генерацию зла в душе ребенка, разрастание греха? Да. Он должен иногда наказывать? Должен. В чем смиряется родитель? В том, что когда он неправ, он это может спокойно признать. Прийти и попросить у ребенка прощения. Прийти вечером, встать на коленочки у кроватки, поцеловать, погладить его и сказать, «Сынок, прости меня, я погорячился, я вот тебя наказал, и я сам был раздражен, и я сам согрешил». Почему это важно? Потому что, повторюсь, ребенок чувствует, что закон Божий для всех один, и для отца, и для матери, и для меня. Значит, он действительно важнее всего на свете. А во-вторых, потому что, когда, допустим, я даже справедливо наказываю ребенка, но при этом раздражен, в гневе кричу на него, это не работает. Ребенок видит, что я нарушаю сам закон, я грешу. Все. Бесполезно апеллирует к закону. И потом ребенок чувствует, что дважды за одно и то же они наказывают двумя способами. А когда на меня кричат, я уже наказан самим фактом крика. И в этом нет уважения. А смирение перед любимым человеком – это проявление того, что любовь настоящая христианская, она всегда уважает другого человека. Потом ребенок, когда родители перед ним смиряются, он видит, что его мнение тоже важно. Не заткнись и слушай. Не там «закрой рот, и я тебе скажу, как надо». А выслушать ребенка. И вот сейчас скажу страшную вещь. Если он прав, то поступить так, как он говорит. Вообще смиренный руководитель, в данном случае отец или мать, это тот, кто хочет поступить правильно, а не по-своему. По-своему хочет поступить гордец. И тогда весь набор цитат Священного Писания тебе в помощь. И тогда ими можно действительно кидаться, как дубинами. И тогда все кругом мучаются от того, что ты считаешь себя верующим. Вот если ребенок сказал правильно, жена сказала правильно, теща сказала правильно. Смиренный человек, повторюсь, это человек, который умеет по-настоящему любить. Он скажет «да». Сегодня будет так. Это, кстати, и есть проявление соборности. Вот мы говорим о том, что церковь – это, что семья – это малая церковь. Как управляется церковью? Два принципа. Иерархия и соборность. Если один передавливает другой, то Святой Дух отходит. И в той, и другой ситуации будет или балаган, или самоуправство одного. А вот окончательное принятие решения за старшим, но тогда, когда он со смирением может выслушать и услышать правильное мнение от любого, а каждый не боится высказаться. Это и есть соборность в проявлении, там, в приходской жизни, например, среди братьев, монастыря и в семье. Поэтому смирение необходимо. Там, где нет смирения, там все выжигается. Там все мука. Если в приходе у настоятеля нет смирения, если у главы семьи христианина в семье нет смирения, если у пископа нет смирения, если у начальника на работе нет смирения, то все будут из этого прихода бежать или из этой семьи, стараться убежать как можно дальше. И когда дети вырастают, я этого насморился очень много. Вот в такой семье, где отец властвовал без смирения, они почти всегда уходят из церкви. Потому что родительская проповедь о Христе для них оказалась лживой. Любая проповедь о любви без смирения не работает. Вот поэтому, конечно, родители должны смиряться перед ребенком. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok